На пресс-конференции вице-губернатор Александр Фомин подвел итоги реализации долгосрочной программы по выравниванию обеспеченности населения объектами социальной и инженерной инфраструктуры с 2009 по 2013 год. На мероприятие было направлено более 2,5 миллиардов рублей. Реализовано 198 инвестпроектов. Были введены такие социально значимые капиталоемкие объекты, как, например, реконструкция хирургического отделения под районную поликлинику в городе Родники, 56,7 миллионов введено в бокс-пластацию в 2012 году. Строительство универсального спортивного комплекса по улице генерала Хлебникова в Иваново 57 миллионов рублей. Объекты дорожного строительства, такие значимые и важные для города Иваново, как дорожная сеть по улице Некрасова в городе Иваново, 88,9 миллионов. В 2011 году введен в эксплуатацию путепровод через Варгинские и Павловские овраги в городе Иваново 50,8 миллионов рублей. Автодорожный мост через Тезу в Шуе 107 миллионов рублей. В этом году в эксплуатацию будет введено 230 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в прошлом. Появились определенные новшества в отношениях с застройщиками. Например, новый микрорайон «Просторный», проект «Пилотный». Застройщику компенсировали процентную ставку кредита, взятого на развитие инженерной инфраструктуры. Также правительство собирается предоставлять для «Просторного» землю по минимальной цене и помочь с подведением ресурсоснабжающих сетей. Первые 4 тысячи квадратных метров будут введены до конца этого года. Там действительно есть ограничения по стоимости жилья. То есть стоимость квадратного метра не должна превышать 30 тысяч рублей за метр. И застройщик обязан половину фонда, который он построит, по этой цене реализовать нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Всего микрорайон «Просторный» предполагает 180 тысяч квадратных метров нового жилья. Реализовать проект полностью планируют к 2021 году. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново